Сегодня мир бритских племен перевернется, сегодня варвары познают боль, а также римский орел озарит невеждам свою мощь, а завтра цивилизация придет в эти земли. Наконец мы здесь построим новый мир. Вперед легион, за Рим, за Цезаря. Цезарь пришел в Британию, чтобы победить и привести многих ветеранов к триумфу. Они заслуживали победы, они заслуживали почести и по возвращению домой. Значит Британия станет последней целью Цезаря. Как только высадился легион в Британию, с Цезарем сразу же связалось племя Бритов. Им нужна была помощь, чтобы победить в войне с воинствующими и ценами. Они прислали 2000 бойцов помощь, однако Цезарь был уверен, что это далеко не вся армия так называемого союзника. Но ссориться с ними Цезарь не планировал, ведь союзники Риму пригодятся, если Цезарь хочет покорить всю Британию. К тому же легион может и сам отлично справиться в одиночку, однако не к чему потери, если есть союзная армия. Особенно варварская куница, во главе которой стоит брат Бритского вождя, которого Цезарь определил засадный отряд Тита Лабиена, который обязан будет ударить в тыл по сигналу Цезаря. Ну что же, друзья мои, вот мы и возвращаемся в Total War 2. И сегодня у нас будет противостояние армии Цезаря с уязанными бойцами из Галии против воинства Бритского. Так что всем приятного просмотра, не забудьте поставить лайк и досмотреть ролик до конца, это очень важно. Итак, друзья, давайте начнем быстренько рассмотрим войска Арвернов, Рима и Ценов, и до начнется сражение. Основа сил армии Арвернов это избранные мечники, которых здесь 8 отрядов. Весьма неплохие статы, это конечно не присяга, но в ближнем бою в принципе могут дать по щам бойцам и Ценов. Среди стрелков у Арвернов и у Рима в данном сражении гальские охотники. Неплохая дальность, неплохо смогут накидывать снаряды навесом, однако сумеют ли противостоять проще и Ценов у Зрим? В основе же римской армии, друзья мои, легионеры-ветераны, а также эквиты... Эквиты, извиняюсь, когорта эвакатов. В основе, как я и сказал, легионеры-ветераны и когорта эвакатов. Больше то в принципе и не нужно. Триарьев здесь нету, когорты эквитов-тайфуэлов тоже, однако присутствуют доспешные легионеры, коих здесь всего лишь 2 отряда. Это немного, но в целом весьма недурно. Возможно, этого вполне хватит для того, чтобы снести всю армию Арвернов, но это не точно. Слишком как-то жёстко звучит, да, снести всю армию Арвернов легионерами, двумя отрядами доспешных бойцов, ну не знаю. Ну и, как вы понимаете, отряд полководца это легат и его охрана полководца... Его доблестные эковиты. Ну ладно. Также у Арвернов припрятано 7 отрядов кавалерии, знатных всадников, среди которых сам полководец Арвернов, а именно брат вождя. Такие дела. В общем, знатные всадники довольно-таки тяжёлый отряд ближнего боя, и эти ребята, честно признаюсь, очень хороши как и в ближнем бою с кавалерией, так и с пехотой. Поэтому натиск их, во-первых, будет решать однозначно в сражении, ну и в ближнем бою будут краномстать всех и вся. Так, Армии Ценов. Что она из себя представляет в этом сражении? Это 8 отрядов прощи, это очень много. И эти прачники, мне кажется, в самом деле могут дать по щам кильским лучникам, да? Также Армия состоит от Ценов из разукрашенных бойцов, пехоты среднего тира, так скажем, да? Также присутствуют бойцы отряды Копьеносцев, что тоже весьма неплохи, в принципе, тоже средний отряд, за счетом ближнего боя неплохая. У всех есть пилумы, да, понятное дело, у всех кильских бойцов имеются пилумы. Также в основе армии и Ценов это отряды избранных мечников. Отряд более тяжёлый, нежели избранные мечники и кильтов, арвернов. Поэтому в ближнем бою, боюсь, отряд избранных мечников может покарать отряды избранных мечников кильтов. Такие вот дела. Отряд тяжелее. Однако по статам, если честно, не совсем могу с уверенностью утвердить, то, что именно и Ценские мечники будут прям выкашивать мечников кильтов, арвернов. Ну и, понятное дело, присутствуют отряды избранных копейщиков. В общем-то говоря, что в принципе сумеют прикрыть фланг и тыл армии и Ценов. И так, как говорится, начнётся сражение. Сейчас у нас бойцы армии римской стопят в бой. И да разгорится пожар войны. На землях британских допознают боль. Обороняющий ведь Рим с его союзниками в лице протекторатов. Надо будет давить жёстко. И незамедлительно в порядке покарает своего врага. Однако мало ли, сумеют ли Цены взять вверх в этом сражении. Тоже такой вопрос. Думаю, что эти ребята вполне могут на самом деле дать по щам и римлянам, и арвернам. Но, конечно, это всё удастся лишь, если они сумеют противостоять натиску кавалерии арвернов. В каве у Иценов нету в сей сражении, а посему без кавалерии будет явно сложно. И так, как говорится, да начнётся сражение. И так, лучники, гальские охотники, арверно встают на свои позиции. И сейчас будет дан дно добро на залп. Их первый залп всей битве. Интересно, какие будут потери в сей сражении, и как много погибнет с обоих сторон. И так, лучники делают свой первый залп. Криса понеслась. Избранные мечники выступают на свои позиции. Однако, в их сторону уже мчат избранные мечи и ценов. Бросают дротики. Тут же пошли разукрашенные. И, как говорится, началось. И, как говорится, началось. И, как говорится, началось. Тут же и дротики летят. Хочу заметить, что у арверно в более растянутый строй. А посему тяжелому отряду яйценов будет довольно-таки просто ломать центр данных подразделений. А с фангами разобраться будет не так уж и сложно. Да, конечно, арверно обхватили отряды яйценов. Однако, преимущество начиска было за яйценами. А значит, центр будет пробиваться очень стремительно. А уже можно увидеть, как по фрагам и цены в своих рядах начинают терять слишком много бойцов. Тут же подтягиваются подразделения Рима, что также вступают в бой, защищая доблестных бойцов арвернов. И, как говорится, начинается самое настоящее месиво. Сражения, коим запомнят десятки тысяч благородных сынов обеих сторон. И несут все знания о сражении так таковом, да? В будущее тысячелетия, да? Ну, в общем-то. Тут же влетает вторая линия и ценов. Заметьте, лучников, гальских, ходников перестрелили прачники, как я и думал. Проща разобрала стрелков. Жилков пытались доспешные легионеры побросать дрочки. Побросали дрочки. Весьма недурно, кстати. Разукрашенных немножечко поистребляли. Однако доспешные легионеры тоже несут потери. Все-таки разукрашенные они довольно-таки имеют неплохой натиск. Не каждый отряд, даже самый высокий, защитный в ближнем бою, сумеет сдержать их напор. Однако карают. Тут также полководцы и ценские пошли вступить в бой. Собрались наконец-таки. И вторая линия римских подразделений также устремилась в сражение. А все, и цены ворвались. И нарезать однозначно будут. Кавалерия Орвернов пока стоит, однако, наконец-таки был Дангунг и товарищи выступают. Звон громкого рога пения. Устремляет взор кавалерии на Иценскую прощу и тылы врага будут разбиты. Чержим на корню. Враг будет перебит. Как там римляне стоят. Кстати, среди Орвернов, как видим, из пехоты остается лишь два подразделения, что сражаются все еще в основе жизни. Теперь бой идет между римлянами. Да, в перерывах этого видео вы можете увидеть небольшие синематики с добиваниями. Надеюсь, вам понравились. Так, кавалерия выступает, друзья мои. И вот-вот они будут на месте, дабы натиск свой провести, да врагу урон нанести. Так, пошла. Кавалерия в бой. Просто прощу, вышибают товарищи всадники. Под их неистовым натиском. Проща просто улетает в небытие. Очень неплохо. Ну а римляне? Римляне вроде стоят. Да и Ицену тоже. Центр вроде как римляне даже продавливают. Ведь бойцы рима тут явно делают немалое количество фрагов. О, и кавалерия наконец-таки пошла в тыл пехоте. Наконец-таки пошли натиски. Поецентская пехтуря. Это однозначно облегчит противостояние бойцов Рима всей сражения. Ибо... С врагом... В кое его кавалерийский натиск устремился в тыл. Сражаться гораздо проще. И тут тоже натиск пошел. Хорош. Тут довольно-таки плотные построения армернов. Слетели в плотные построения Иценов. И... С те цены выстояли. Но аморалька начинает приседать почти у всех. Довольно мощно. Копья все еще стоят. Конечно, по ним натиск проводить кавалерию не всегда приятно. Однако, если вовремя выйти из боя, то кавалерия сумеет спастись. Здесь, как видим, отважный знать. Лидер одной из Иценской армии в итоге погибает. Мораль приседает, враг бежит. Здесь все еще подразделения Иценов продолжают вести сражения. Что весьма недорно. Давайте. И пошла кавалерия в спину. Отлично. Натиск был совершен. Также здесь добивающий удар. Что однозначно мораль врага опускает ниже плинтуса на дно. Самое, да, собственно говоря. Лето, мои товарищи, давайте карать и врага моего. Воскаликан, ноу-цезарь. Ладно, кавалерия весьма неплохо отыграла у Арвернов. Хочу заметить, что у Иценов весьма неплохая армия была. Но если, понятное дело, кава здесь присутствовала у Иценов. И копейщики бы скрыли бы тыл. Если бы они хоть как-то знали бы у кавалерии Арвернов, то такой чарж провести, я думаю, не удалось бы кавалерии Арвернов. Потому что копья бы защищали бы тыл и фланги. Тяжелая победа для армии Рима и Арвернов. У обеих армии Рима и Арвернов почти один тысячное количество юнитов 2440-2400. Потери среди армии Рима 768 бойцов. Потери среди армии Арвернов 1420 бойцов. Убито среди врагов и Иценов армии Рима 1927 бойцов. Среди армии Арвернов убитые бойцов и цены 2406 бойцов. Армии Иценов была же больше, их было 6080 бойцов. Потери в обеих армиях 2288 бойцов и 2132 бойца. И нарезали, они тоже если они мало, 1234-946. Давайте быстренько пробежимся по армии Рима. 160, 267, 129, 213. Недурно, недурно, фрага нарезали хорошо. И Арвернов тут кавалерия прям по красоте. 230, 374, 300, 374. Да, это очень большое количество фрагов, однозначно. Пехота весьма неплохо нарезала 130. Но в целом, как видим, тут только кавалерия-то хорошо отыграла. Пехота все-таки приняла надежность на себя, по большей части. Мисс Квинн, армия Иценов. Хорошо влетела пехота. Явно хорошо порезала, как и пехота разуграшенных. Проща, просто колоссальное количество фрагов. 127, 130, 111, 110. Это очень много. Также и среди прощи второй армии Иценов. Тоже немало количества фрагов. Здесь пехота нарезала тоже немало. 96, 75. Весьма недурно. Ну и разукрашенные вместе с копьями. Отедов-копьеносцев весьма недурно. Такие противостояли пехоте Рима и Арвернов. На этом все. Надеюсь, вам понравился ролик. Не переключайтесь. Вы лучшие.